Итак, всем привет! С апреля стартует у нас серия новых тренингов. Огромное спасибо зрителям за помощь в выборе дебюта. И наибольшее число голосов у нас набрало защита Каракан. Дебют очень сложный, вариантов много. И в апреле мы успеем только один вариант пройти. Я решил выбрать наиболее популярный в данный момент. Выбрать наиболее популярную линию. Это закрытый вариант. Так играет известный блогер Сергей Жигалко. Ставил мне немало проблем. Играют Карякин. Полным-полно сильных шахматистов, которые играют именно так. Белые захватывают пространство. И пытаются доказать, что черным будет очень тесно. Будет разубрано и вариант Хенкина. И классическая линия слон f5. Уделим внимание и несколько странному ходу g6. С попыткой перейти в новый Каракан. И даже такие левые линии, как конь А6, тоже будут рассмотрены. Тренинги по этому варианту у меня уже проходили. И пару слов теперь немножко об оплате. Стоимость участия в тренинге с нуля 2000. Но мы предусмотрели большие скидки. То есть, те, кто участвовал именно в тренинге по этому варианту, укажите в письме, в какие числа какого года. То есть, у нас даже два тренинга, если мне не изменяет память, проходила по закрытому варианту защиты Каракан. Здесь будет скидка 50%. И 25% скидки тем участникам тренинга, которые принимали участие в пяти или более этапах разных дебютов. Не обязательно. Каракан, французская, староиндийская, волжский. То есть, если вы в пяти или более принимали участие, то есть, одной только старушке у нас, по-моему, 7 этапов тренинга было. То вам 25% скидка. Почему именно эта линия? Дело в том, что, ну, мало того, что она наиболее популярная, за последний год обнаружились очень интересные идеи за белых, даже в такой ранее считавшейся совершенно безобидной линии, как слон Д3. Климентий Сычев приложил усилия, вот из молодых шахматистов, к популяризации этого забытого варианта. На суперфинале Юлия Григорьева ставила проблемы перед Гусевой, Гуниной, известными шахматистками и неплохими специалистами в Каракане. То есть, это все, вот, все новые веяния вы увидите, соответственно, в новых роликах. Ну, и тем, чем я пользовался, тем, что было записано ранее, я, конечно, это бросать не собираюсь. То есть, с участниками тренинга поделюсь информацией, которая была записана до того. Как будет проходить тренинг? Значит, 4 апреля будет первый турнир с контролем 3 плюс 2. Я пришел к выводу, что вот эта форма более удобная, то есть, нужно как можно больше практики. И вот 4 апреля все играют в турнире. И вечером 4 апреля я после турнира участникам тренинга рассылаю ссылки на видео, то есть, где их можно найти. Ссылки на материалы, на дебютную теорию. После чего в течение недели идет самостоятельное изучение теоретических материалов. Да, ссылки на файлики с партиями, то есть, на такую вот теорию. В субботу мы начинаем серию турниров с контролем 7 плюс 2, то есть, с более серьезным контролем. Для того, чтобы лучше прочувствовать дебютную тонкость. То есть, там партий будет, конечно, меньше, чем с контролем 3 плюс 2. Но зато партии с контролем 7 плюс 2 имеет смысл разбирать часть партий. То есть, участники тренинга 2, 3, 4 партии, которые считают, что нужным разобрать. То есть, есть какие-то вопросы именно в дебютном плане, высылаются мне. И на разборе, на следующий день мы вместе со всеми это рассматриваем. То есть, закрепляем знания, находим ошибки. Таких турниров с контролем 7 плюс 2 пройдет 3. И после последнего разбора в четверг у нас еще будет снова 2 турнира с контролем 3 плюс 2. Для того, чтобы набить руку в этих позициях. Играем, естественно, и белыми, и черными. И в воскресенье подводим итоги. Я отвечаю на вопросы. Если что-то осталось непонятным, в какой-то линии не совсем ясно, как действовать. То есть, есть еще воскресенье для того, чтобы разобраться с этим. Ну, в общем-то, пожалуй, все на этом. Спасибо за внимание. Записывайтесь на тренинг. А, еще информацию по тренингу можно получить не только из расписания. Вот здесь оно. Но и под видео у нас есть ссылочка на то, что такое тренинги, для чего они проводятся. То есть, если кто-то впервые зашел и посмотрел это видео, не поленитесь. Изучите эти материалы. Все. Спасибо за внимание.